МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире военная программа, я и ведущий Александр Сладков. Недавно Архангельску было присвоено высокое звание – город воинской славы. Что за этим стоит? Сколько пришлось сделать и испытать горожанам в годы войны? Чтобы узнать об этом, мы прилетели в Архангельск. Вот место, с которого начинался этот город. Мы здесь с краеведом Дмитрием Ярковым. Мы с Пурноволок рядом Михаил-Архангельский монастырь. В старину к этому берегу подходили суда. Здесь, по указу Ивана Грозного, была построена крепость. Так появился город, который сыграл важную роль в истории не только России, но и всей Европы. Что это такое Архангельск вообще для нас? Архангельск для нас сегодня? Вот тогда, для России, что это такое? Создали Архангельск. И что? Основание Архангельска дало очень сильный толчок для развития в целом России. Потому что конец 16 века, Балтика для России закрыта. И в результате единственный выход – это через Северные моря. То есть первый портовый город, да? Первое окно в Европу – это город Архангельск. То есть это первое его значение для России. Архангельск – долгие годы единственный российский морской порт. Своё значение он утратил, когда Пётр I основал Санкт-Петербург. Потом Октябрьской революции город вновь в числе передовых. Был взят курс на индустриализацию. Страна закупала за границей и доставляла через Архангельск новые станки, паровозы, автомобили и тракторы. Обратно на экспорт шла древесина. Русский Север – главная лесопилка страны. Город Рос. 70 тысяч жителей, потом 120, а к 30-му году – все 200. Сюда приезжали люди, которым была уготована особая судьба. Мы в Краеведческом музее. Знакомимся с экспозицией, посвящённой войне. Архангельск был закрытым местом. Фотография, тем более кинокадров, связанных с его военным прошлым – дефицит. А ведь этот город в истории Второй мировой занимает особое место. Нацисты на своём плане захвата СССР Барбаросса даже прочертили на карте с северной юг линии, обозначающую их интересы – Архангельск-Астрахань. Антигитлеровская коалиция до 43-го года придерживалась стратегии так называемой периферийной войны, пытаясь удушить Германию в кольце союзников. На севере важная роль была отведена военной базе и порту советского Архангельска. И фашисты ожесточённо бомбили город. Первый налёт был неожиданным. Жители города Архангельска вспоминают, как эти самолёты летали набреющим над центральными улицами города. Так что можно было разглядеть лица немецких лётчиков, улыбающиеся лица немецких лётчиков. Многие именно так вспоминают то, что видели в годы войны во время бомбардировок. Михаил Супрун – самый известный архангельский историк. Кажется, он знает об участии горожан во Второй мировой войне всё. Он многое рассказал нам о Ленд-Лизе. О тех морских караванах, которые шли в Архангельск и везли из Америки, Англии оружие, боеприпасы, продукты воюющему Советскому Союзу. То продовольствие, которое шло с англизовскими грузами, оно было максимально калорийным и упаковано так, чтобы занимало как можно меньше места на пароходах в тоннаже. Поэтому вот такие продукты весьма специфические, как то лярд в шоколаде, лярд – это сало канадское в шоколаде, или же индейка в шоколаде, курица в шоколаде, яичный порошок, сухое молоко. Всё это в первую очередь отвалялось в Петербург, в Ленинград блокированный. Ветераны северных конвоев, наши американцы, англичане. О вкладе этих людей в победу над Гитлером в советские времена говорить было не принято. Теперь знаем, за годы войны в СССР пришло более 700 транспортов, наших и союзных. Каждый поход – серьёзная боевая операция. Мы в гостях у архангела-городца Николая Дитятева. Он показывает нам документ, который сам называет «американский паспорт». Николаю Васильевичу было 17, когда началась война. Ох, это вы молодой, да? Нью-Йорк. Вот это за 5 минут или за 10 сделали фотографии. По этому паспорту… Он служил кочегаром на сухогрузе. Дитятеву пришлось ходить и в тех самых конвоях, и в одиночном плавании, где каждый день – это подвиг. А вот проход. А я вам скажу, одиночным плаванием – это никому не позавидуешь. Ну, представьте себе, вот кругом немецкие подводные лодки. Там самолёты, Норвегия рядом. И ты один. То одно дело в караване идёшь. Там хоть тебя могут кто-то и подобрать. А здесь уже тебя никто не подберёт. Пришлось Николаю Васильевичу участвовать в проводке самого массового каравана за годы войны – ПКЮ-16. 35 гражданских судов и 50 боевых кораблей сопровождений. Нам он рассказал о том, как их караван атаковали фашисты. Четверо сутки шли благополучно, тишина, благодать. Погода хорошая. Ночи это светлые. Это был конец мая. 21 мая мы вышли из Иркьявика. И потом на четвёртые сутки или на пятые появился разведчик, самолёт немецкий. Так нас шесть суток беспоживно бомбили. Семь судов потеряли в нашем караване. Потом, которые сразу не утонули сюда, команда бросила их. И англичане их потом там подорвали, в конце концов, чтобы не досталось немцам. Война обрекла Архангельск на тяжелейшие испытания. 23 тысячи горожан погибли на фронте. Но основные людские потери были в тылу. Архангельск, который пропускал через себя и пропустил через себя 2 миллиона тонн грузов и пропускал огромное количество продовольствия, Архангельск голодал. И от голода и болезни в Архангельске только по официальным данным ЗАГСа за годы войны умерло 38 с лишним тысяч человек. Реально, наверное, больше. Я предполагаю, около 50 тысяч. Население города Архангельска составляло всего 200 тысяч накануне войны. То есть каждый четвёртый, пятый житель города умер от голода и болезни. Вот что поражает в истории города. Это значит, что у нас Париж не был в Париж. Нина Детятева выросла в Архангельске. У неё свои особенные воспоминания о войне. Едва пошла в школу, напали фашисты. Семья 14 человек. Жили в двух маленьких комнатах. Голодали. Моя война в Архангельске, она в лицах. Понимаете, в лицах. Я помню, как горела канатная фабрика. Я помню, как дедушка тушила эти зажигалки на крыше. Я всё это помню. Но когда я так думаю, я сегодня и с тревогой, и с волнением смотрю своё прошлое. Понимаете? То мне кажется, что мы забыли о тех людях, которые как-то были незаметны в этой войне. Я вам даже хочу сказать одну вещь. В Архангельске, кроме канатной фабрики и многого другого, были бараки, где были беженцы, которые перешли границу Советского Союза. И сейчас спасение от фашизма. И, к сожалению, их было много. Их было очень много. И они жили в этих бараках. Иностранцы? Иностранцы. С этими-то иностранцами связана одна из главных историй Нины Григорьевны. Я увидела, идёт шестеро страшных людей, бородатых, каких-то рваных одеждах. И они как тени шли. Как тени. Понимаете? Это уже были настолько исхудалые люди, что даже не шли, они передвигались. И я побежала к своей бабушке. Я побежала к своей бабушке и говорю, бабушка, какие там бандиты ходят. Но мы к ним... Я боюсь их. И она подошла к ним на немецком языке. Она их спросила, кто вы. И они ей объяснили, что они из Австрии. Они скрипачи. Из Венской оперы. Она говорит, а почему вы здесь? А нас выпустили, никто не кормит. Первое, что она сделала, она им всем вымыла голову. Она вымыла им ноги. Она сама. Потому что они были не в силах. Они не передвигались. Они просто как тени. Вот они с трудом. И она у нас... Так как у нас была картошка, она всегда чистила картошку, но она не выбрасывала очистки. Она пропускала через мясорубку и делала блинчики. Вот эти картошки из этих. И мы жарили их, но тюленем жири. Потому что это было наиболее доступное. И вот она их накормила этими блинчиками. Вот этим. Дала им что там, чай ли что. Нина Григорьевна показала нам то самое место, где увидела венских скрипачей. Что есть? Она рассказала, однажды один беженец тяжело заболел. Тогда ее бабушка тайком от семьи в присутствии одной лишь маленькой Нины отдала свое обручальное кольцо в обмен на ведерко тюленево жира, которым и спасла австрийца. А мне сказала, девушка придет, ты ничего не видела, ты ничего не говори. Я ему скажу, что я его потеряла. Но ты не даешь слова? Я ей дала слово до конца. А когда освободили вену, они пришли все. У нас это дикая лестница на эту вышку. Они шесть расстояли. И на самодельных скрипках они играли голубой дунай. И они ей сказали буквально следующее. Ты святая. Ты будешь долго жить. Ты умрешь в один миг. Потому что ты нам спасла жизнь. Это тоже война. Это урок был на всю жизнь для меня. А потом, рассказывает Нина Григорьевна, из Австрии пришло письмо. Их семью приглашали в Вену, но дедушка взял его и разорвал. Опять же, при внучке, попросив никому не говорить. Бабушка узнала обо всем через 20 лет и действительно ушла из жизни легко, в один миг. Они даже мне не написали. Как они могли? Даже не написать. Я говорю, бабушка, они тебе написали. Дедушки уже не было. Дедушка умер. Я даже сказала, что бабушка моя старше была дедушке на 10 лет. Да. И... И вы рассказали ей? Я ей сказала, что дедушка это все порвал. Из-за ревности? Не из-за ревности. Это была холодная война. Они уже боялись с иностранцами иметь дело. Дед Нины Григорьевны в свое время был раскулачен. Он испугался, что из-за дружбы с иностранцами может пострадать вся семья. А здесь фото австрийских музыкантов и приглашение в Вену. Так эта драматическая история и осталась незаконченной. Михаил Калинович Голотсан тоже, как и Нина Григорьевна, архангел-огородец и тоже из раскулаченной семьи. На фронт попросился, едва исполнилось 17. Воевал танкистом. Прошел от Курска до Берлина. Орден Красной Звезды. Отец на первой степени. Орден Славы. И за отвагу. За отвагу, да. А за отвагу где получили? За отвагу в Польше. Там есть такой кольбер. Мы там проявили смелость и храбрость. Михаил Калинович дважды горел в танке. Четыре раза был ранен. Два из них тяжело. Говорит, повезло, остался жив. И еще повезло. Три награды ему вручал. Сам маршал Жуков. День Победы помните? А День Победы я как раз в госпитале и был. Под Берлином в Ландсберге. И вот потом приехал маршал Жуков, когда уже. А ведь я был ранен, шлем был пробит. Вот яма здесь у меня. Ноги, гипсовизикром наложен. Чудо остался в живых. Вот такая. Я так радуюсь. Вот мои товарищи лежали там, обгоревшие танкисты. Когда объявили по радио. И они уже были. Они слезы вихали. Один из них говорит, старшина, а я уже на костылях был. Помоги, говорит, этот платочек слезы ввыть. Когда вы сказали, что День Победы. А они лежат там, обгоревшие, как гуляки. Я встал с трудом на костыли. Подошел, взял поточек. Он сказал, вытерли им глаза. И они видят, что меня тоже заплакало. У каждого была своя война. Своя судьба на фронте, в тылу, в окопах Сталинграда или среди ледяных волн в караванах, в порту на разгрузках, голодные дни под бомбежками. Ни одну из этих судеб нельзя назвать простой и легкой. Каждая из них героическая. Сегодня Архангельск – это далеко не главный порт страны и не самый комфортный город в мире для проживания. Количество жителей снижается, но все это пока. Так утверждает архангельский краевед Дмитрий Юрков. Для Архангельска открываются новые этапы в развитии. Такие, как представление России в Арктике, война за Арктику практически экономическая, открытие штокманского месторождения, создание Северного федерального университета, строительство нового порта. Вот эти все как раз и составляющие успеха для того, чтобы у Архангельска появился новый этап в развитии. С одной стороны, если рассуждать рационально, то для нас ныне живущих прошлые заслуги и ценности не имеют. Но с другой, если есть история, яркая, героическая, она показывает, на что способен наш народ, какими качествами он обладает, качествами, которые пригодятся нам в будущем, особенно если речь идет о битве за Арктику. Я, Александр Сладков, прощаюсь с вами. Через неделю в нашей программе. Уникальный свидетель. Финская война глазами оператора, который ее снимал. Кто-то кричит, съемщик, давай с нами. И вот первый раз в жизни я бежал через людей, а финны уже открыли огонь, через людей, которые лежали и раненые, и мертвые. Субтитры создавал DimaTorzok